Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня немного поговорим на тему, почему погибает молодая рассада огурцов. Когда несколько дней назад Равшан Халиков в комментариях на ютубе спросил у меня, что у него вот в таком возрасте падают огурцы, вот стоят-стоят и упали, что расположены на подоконнике, почему это происходит? Я ему сразу ответила, что заочно вам никто не скажет, причин может быть много. Это и некачественный грунт, и залив рассады, перелив, то есть когда корневая система, могут возникнуть там гнили различные, и переохлаждение, вот если стоять на подоконнике, то холодно. И никто заочно диагноз не даст, от чего умерли огурцы. Я могу вам рассказать только по своему опыту. И вот на тот день, когда я ему отвечала, я еще не знала, что у меня пример такой же появится очень скоро. И вот сейчас у меня есть пример такой же гибели огурцов в молодом возрасте раннем, и я вам расскажу. Я знаю, от чего погибли мои огурцы, и я буду рассказывать только о своих. Но у вас причина может быть другая и разная, она бывает, я уже говорила, и грунт, и температура, и нарушение решима полива. Я буду рассказывать сейчас о своих. Вот у меня это вторая волна огурцов. Вот это из второй партии все. Все они у меня недавно взошли, они хорошенькие, крепенькие. Первая партия сейчас выглядит вот так. У нее два семидольных листа, два настоящих, и лезет вот третий, показался в зачатке, чуть-чуть. Видно, что рассада сильно отличается друг от друга. Между ними там примерно, ну не помню, две недели, наверное, разницы. Эта рассада хорошая, уже крепкая. Она не сказать, чтобы огромная, но она такая коренастая. Видите, что она не вытянутая. Он низкий огурчик, хорошие листики, не поврежденные, не желтые. И эту рассаду я ожидала получить, предполагала такого же качества, что будет крепкое все. Когда у нас стояла вот кратковременная жара, очень сильная была солнечная, жаркая погода, я поспешила скорее вынести свои огурцы в теплицу. Сначала я выносила их на день, потом я посмотрела ночная температура в теплице 18-20 градусов, потому что днем было сильно жарко, теплица нагревалась. Я стала оставлять там на ночь. Но тут у нас резко, я вот уже сегодня выставила, выложила видео, когда я показываю, что я даже закрываю в теплице не тканкой томаты. У нас резко похолодание произошло. И я, как всегда, в своей суете забыла на ночь занести вот эти огурцы. Я привыкла, что было тепло, они там стояли постоянно, чувствовали себя прекрасно. И буквально за одну ночь я получила вот это. Вот видите. Вот упали. То же самое, о чем говорил Равшан Халиков. Стояла, стояла, ничего не предвещало беды. И раз, и упала. Вот моя рассада упала из-за того, что я когда занесла, потрогала грунт. Вот земля была прям холодная. А перед этим, я же сама вам рассказывала в видео, что огурцы очень теплолюбивы. Они любят, чтобы поливали их теплой водичкой, особенно в таком юном возрасте. Чтобы земля была теплой, чтобы стояли на теплом месте, чтобы было светло, тепло. Только тогда рассада будет вот такой вот, как ярко-зеленый, коренастый. Ну и все. Потрогала пальчиком земля холодная, вот и все. Почему они не умерли все, не погибли? Но я думаю так, что какие-то из них более стойкие. Тут вот разные сорта. Я даже не смотрела, какой погиб сорт, сейчас посмотрю. Какие-то из огурцов более стойкие, а какие-то более нежные. Ну вот один могучая кучка, один, к сожалению, омурченок. Так что разные сорта. Просто, может быть, оказался сеянец один чуть слабее другого. Вот некоторые выстояли, другие нет. Еще раз повторяю, и для вас, и для себя. Огурцы очень теплолюбивые. Они не переносят температуры, понижение температуры ниже 15 градусов. Я вот вышла, было 12 градусов. 12 градусов грунт остывает для огурца. Это смерть. Если у вас там очень сильные, может быть, какие-то они сверх сорта, может быть, они и выживут. Но простые сорта, вот, все будет плачевно, они падают. Земля холодная, корень сразу, что-то с ним случается. И буквально это происходит в одну ночь. Вот за одну ночь они у меня охладились, заболели и погибли. Утром я когда занесла их, минус 2. Вот, это вопрос на ответ, почему погибают огурцы. У меня вот погибли от переохлаждения. Будьте внимательны к огурцам. Они очень капризны, они очень нежны. Это не томаты. Их закаливать на ночь, оставлять не надо. Иначе можете потерять половину своего населения огурцов численности. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот, всем говорю, что учитесь на чужих ошибках, а не на своих. А сама еще до сих пор совершаю ошибки, потому что огород это такое дело. Там не досмотрел, там упустил, погода поменялась, не занес вовремя. Все замерзло, все застыло. Все, до свидания.